Всем привет, привет! Ребята, я сейчас иду в спортзал, а еще я снимаю теперь видео на GoPro, потому что вы меня попросили, вы сказали, хотите видеть, что происходит вокруг, не только мое лицо. Я прислушалась к вашему совету и пробую сегодня первый раз в жизни таким образом снимать на GoPro. Обычно я только фотографируюсь на GoPro, поэтому я не знаю, что будет за звук, а также камера может крестись, потому что стабилизатор, по-моему, здесь никакой, ну не знаю, проверим. Поэтому, если что не так, то вы сами виноваты. Я не делала сегодня укладку, я только помыла волосы и все, даже не сушила их, они сами высохли, как попало, не обращайте внимания. Ну, потому что, во-первых, я еду в спортзал, что мне туда расуфыриваться, да? А еще вот мой лоховской браслет бигинера. А затем, после спортзала я еду на курсы визажиста. Я начала ходить на профессиональные курсы визажиста, индивидуальные, в мейкап-студию. В общем, меня заинтересовали эти курсы тем, что они выдают международный диплом. Для меня это важно, потому что, если мы все-таки куда-нибудь уедем, у меня будет хотя бы международный диплом, я могу там подрабатывать. Люди занимаются просфитом, но я не буду. Я ходила на беговой дорожке, занималась на велосипеде, пила воду. Интенсивно, в общем, я занималась без остановок. Знаете, в Алма-Ате либо холодно, либо жарко. Вот что-то среднего не бывает. Сегодня, вот жара невыносимая, хоть в футболке ходи. Я не понимаю, а тут побудет. Приехала я в мейкап-студию. Сегодня мне будет, вообще всегда меня будет обучать визажи Снегара Маметова. Всем привет. Я уже народный преподаватель. Вот, вот так, так что для меня это большая честь. Сегодня первый урок, у нас теория, а завтрашний урок все практика начинается. Вот и закончился мой первый день обучения. Сегодня была теория, мне все очень понравилось, я много чего нового узнала на самом деле. Буду сегодня дома вечером уже более углубленно изучать все, рыться в интернете. Вот, и дали мне задание полистать в журналах там виды техники макияжа, посадка глаз, как это все там на моделях, сделать какие-то вырезки. Ну, я сделаю скриншоты и покажу завтра. И завтрашнего дня у меня начинается практика. Девять дней практики. Каждый день я буду отрабатывать на двух, на трех моделях макияжи. Это очень здорово и интересно только, где взять моделей. Одна подружка у меня есть, которая более-менее свободная, а вот вторая... Значит, придется делать в инстаграме пост о том, что мне требуются модели. Думаю, что желающих найдется много. Приехала домой, обнаружила, что мне доставили мелкий пакет и в нем была бижутерия. Я не так давно заказывала бижутерию с китайского сайта одного. Вся эта бижутерия очень дешевая. Я не знаю, то ли она по доллару, то ли по два доллара. И я решила себе кое-что заказать с этого сайта. Я ссылку на него оставлю под видео и на все эти вещички. Так, вот первое, что хочу показать, это цепь. Надевается эта цепь сверху на футболку или на блузу. Ну, там все зависит от того, как вы хотите, какой вы образ хотите. Смотрится все это очень стильно. Но сейчас эти цепи в моде. Есть цепи такие на ногу, на плечо. Вот у меня на два плеча. Я, может быть, ставлю картинки, потому что сегодня я уже не успею снять, как оно на мне, картинки с сайта, как оно смотрится. Вот, в общем, сюда продевается голова. А вот здесь якобы такие крылья на два плеча. На футболку тоже когда-либо, на голое тело. Тоже очень клево смотрится. Там есть ли у вас тонкие брютеинки, ну, какой-нибудь такой наряд необычный. Вот. Затем вот этот комплект, конечно, чересчур странный. И в жизни он смотрится дешево. Такой, знаете, готический какой-то. Это браслет с кольцом и на шее. Не знаю, смогу ли я надеть куда-нибудь его. Посмотрим. Затем заколка волосы. Это если там какой-нибудь пучок собрать. Ну, она такая достаточно тяжелая. Не знаю. Затем вот такой вот тоже кулон. Но я заказывала с голубым сердечком. Здесь с розовым. Доставили. И я заказывала еще серьги к нему. Серьги не доставили. Вот такие украшения, они сейчас в моде. Как бы такие, знаете, удлиненные, тройные. С такими конусообразными, круглыми кулончиками. В общем, вот у меня есть подковой двойное. Здесь это чем-то они похожи между собой. Но это немножко, видите, длиннее. Здесь вот такие два листика. А здесь вообще вот это длинное. Я думаю, до пупа где-то двойное. Здесь якобы бирюза такая вставка. А вот это тоже знак бесконечность. И в него крест тут продели. Вот. Такие два браслета. Но они красные, дешево так смотрятся на руке. Ну и белые. Они такие легкие. Все-таки вот эти цепи мне больше всего понравились. Пока часу. Вот. А это, по-моему, тоже браслет. Я еще не разобралась, как его на руку надевать. Просто разберемся. А еще вот такие две заколки на волосы. Тоже тут стильно смотрятся. Звездочки. И бабочка. Надо было две бабочки сказать. Всем доброе утро. Я предупреждала вас, что камера будет трястись. Потому что GoPro, в общем, такая хорошая. Например, как моя предыдущая камера. Просто здесь обзор лучше, да. В той камере очень классный микрофон и стабилизатор. За счет стабилизатора, в общем, не трясется вот так камера. Ну что, сегодня я второй день посещаю курс визажиста. В начале я сейчас еду в спортзал. И после часа тренировки я поеду на курсы. Вот. Сегодня у меня такой странный лук. Я, в общем, сделала такую притчу. Я когда делаю вот такую дульку, у меня уши торчат сразу. Вот. Особой коррекции лица я не делала. Я только наклеила ресницы. Потому что потом я подправлю, в общем, свой макияж после спортзала. Вот. Хочется на курсах выглядеть хорошо. Потому что там все такие накрашенные все время. Вот. Набрала с собой кучу пакетов. Рюкзак, еду. Потому что там не будет времени, в общем, чтобы пообедать. Здесь кисти. Она сказала, чтобы я принесла все свои кисти. Чтобы она посмотрела, что у меня есть. И выберет из них самые лучшие, которые мне нужны, в общем. Ну, я думаю, что здесь все хорошие кисти. Потому что я ими сама пользуюсь. Вот. Также обувь тренировочная и рюкзак. Только что вышла со спортзала. Не стала уже там снимать, как я бегаю. Потому что еще одно и то же снимать. Погода отвратительная. Посмотрите. Очень портится погода. Была вообще такая классная погода на праздники. А сейчас, я не знаю, наверное, снег пойдет. Хотела ответить на вопрос по поводу ребенка. Вот. Меня почему-то часто все спрашивают, как я все успеваю. С кем я оставляю ребенка. Как я успеваю заниматься своими делами. Вот. Дело в том, что в будние дни, с утра до вечера, у меня ребенок в садике. И я очень рада, что она пошла в садик. Потому что, ну, действительно, времени стало гораздо больше. И в соответствии с этим все важные дела я делаю в это время, пока она в садике. Поэтому я, в принципе, все успеваю. Снимаю видео, там, готовлю, убираю. Езжу по своим делам, по врачам, по магазинам. Вот. А вечером уже, когда она приходит в садик, я с ней занимаюсь. Мы с ней играем. Занимаемся множеством разных дел. Затем она у меня ложится спать. И после того, как она опять ложится спать, я начинаю заниматься своими делами. Вот так и все успеваю. Ну, а если вы имеете в виду, там, куда-нибудь сходить, там, с мужем, где-то посидеть, когда у нас есть бабушка. Это вообще... Мне очень повезло, что мужа моего, мама, живет в Алматы. Потому что, ну, вы знаете, мои родители живут в Японии. Я не могу отдать дочку на выходные к ним, там. Ну, это невозможно. Приехала моя первая модель, моя подружка Алла, которую вы все знаете уже давно. Мы с ней, как сказать, снимаем совместные видео. Бывает иногда, да. Вот. И она согласилась выступить в качестве моей первой модели. Так что я, кстати, Аллу никогда не красила. Зная, что получится, она меня прибьет, потому что... Это тебе тоже крови отращиваешь? Отращиваешь? Ну вот, молодец. Нигара будет нас обучать. Вон она, кстати, уже мне продукт. Все, мой второй день обучения закончился. Очень устала. Я не представляю, как работают визажисты. Было целый день на ногах. Конечно, очень тяжелая работа. Игара молодец. Ей хватило терпения поправлять меня. Все, в общем, супер. Леночка тоже молодец. Да, спасибо моделям. Моделька моя номер два, подружка моя. Мы тоже уже видели ее в видео. Алла ушла, пришла Лена. Выручили меня. Да, вот завтра, не знаю, буду искать уже в инстаграме. Среди подписчиков, девочек, кто согласится. Все. Я уже сама вам нужно делать макияж, управлять. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Всем доброе утро. Сегодня третий день моего обучения на визажиста. Вчера так получилось, что я выставила в инстаграм две свои работы. До и после. Первая работа понравилась девчонкам, вторая нет. Типа слишком ярко накрасила. Ну и как-то по-колхозному, да. Девчонки, поймите то, что это обучение. И мы отрабатываем, то есть я отрабатываю технику на модели. Мне сам преподаватель говорит даже, какие цвета наносить, да. Я сегодня пропустила тренажерный зал, потому что у меня сегодня две подписчицы придут. Я вчера сделала как бы такую новость, объявила, что мне нужны модели. И столько желающих откликнулось. Если честно, я очень рада, что столько желающих. На самом деле мне нужно, наверное, человек 20. На этой неделе мне нужно еще 8 девочек. На следующей мне нужно 10 девочек. Поэтому я думаю, что я успею всех накрасить. Я думаю, наверное, даже устрою какой-нибудь конкурс. Потому что желающих действительно очень много оказалось. Все хотят макияж, все хотят со мной встретиться. Это очень меня радует. Я вообще очень счастлива. Не ожидала, конечно, что столько людей откликнутся. Но я рада, рада, рада. Приехала в мейкап-студию. Здесь такой район, частный сектор. Я бы... В общем, я ходила в магазин за жвачками. Потому что все-таки я контактирую близко с клиентами. Я должна уверена быть, что у меня свежее дыхание. Отработала двоих моделей. Первую модель я забыла, в общем, снять. Теперь вот моя... А, это моя третья модель, Ульяна, да. Кстати, она тоже видеоблогер. Еще она талантливый художник, так что... Ой, ты все засмущала. Да, в инстаграме можно найти у меня. Так что ищите. Будем прощаться. Вот Нигара тоже устала. Да, раскладываем механику. Я тоже буду помогать. Я тут отвлекаюсь я постоянно со своей болтовней. В общем, до завтра. Всем привет. Жень, можно с вами спорта? Можно. Давайте подготавливаем. Какие красивые. У вас был такой торт красивый. Время опоздало. Так бы сняла. Там алкоголь остался. Прикольно, да. Приготовила свое рабочее место. Жду модель. Еще я съела кусок торта. Забыла снять свою первую модель опять. Я только, я не знаю, по сценарию вчера забыла. Вот, а сегодня снимаю свою красавицу-модель. Тебе как зовут? Айжан. Вот. Так что... Привет. Да. Завтра я еду утром к ортодонту. У меня есть кое-какая проблема. Я пока вам не буду о ней говорить. Вот завтра, когда съезжу, посмотрим, что он мне там скажет. И я с вами поделюсь, потому что сама не знаю, что он там мне скажет. А потом я опять пойду на курс. Всем привет. Сегодня пятница. Я только что вышла от ортодонта. И я потом вам расскажу, что он мне там наговорил. Я, конечно, в шоке. Мне столько всего нужно делать. И самый прикол в том, что я, когда от него вышла, начала одевать куртку, я встретила свою подписчицу. Она очень обрадовалась, что меня встретила. И говорит мне, что она буквально там 10 минут назад шла тоже в эту же стоматологию. Думала обо мне. И о том, что было бы здорово меня где-нибудь встретить в Алма-Ате. Представляете, она заходит в стоматологию и встречает меня там. Я в шоке. Неужели такое бывает вообще в жизни? И она говорит, я знаю, вы сейчас делаете макияж девчонкам, конкурс устроили. Вот я так хотела к вам попасть. Я говорю, ну давай, тогда я тебя запишу. Но раз такая судьба, раз я девчонку встретила, она попросила. Все, я ей на четверг записала на макияж. А так конкурс продолжается. И потом я вам расскажу, что он мне наговорил ортодонт. Сейчас я иду пить кофе в кафешку. А потом еду опять на курс визажиста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok